Ожившие полотна, выставка с необычным названием, открылась во второй гимназии. Каждый класс создал свою работу, фотореплику известной картины, посвященной школе. Впервые этот проект увидел свет в 2019 году, и лучшие полотна того года тоже вошли в новую экспозицию. Выставка открылась на каникулах, ребята второй день вышли в школу, и, конечно, интерес такой серьезный, потому что они видят, здесь же не 100% класса участвовало, на некоторых полотнах есть один человек от класса, есть 5-10 человек, и, конечно, друг друга увидеть в таком ракурсе, себя посмотреть и друг друга увидеть, им очень интересно, интерес вызывает выставка. Этот проект дал детям возможность примерить на себя сразу несколько ролей. Кто-то выступал в роли фотографа, кто-то был моделью, а кто-то художником по костюмам, реквизиту или графическим дизайнерам. Практически за каждым полотном на выставке стоит интересная история. Например, чтобы создать фотореплику картины «Дети на уроке» Богданова Бельского, пришлось повозиться с фоном. Мы нашли какой-то старый ковер или шаль, и там у нас одноклассники самые высокие на тот момент, когда были, они держали как раз-таки это полотно, но они там уже все запарились, они говорят, давайте быстрее. А мы-то все никак не могли сконцентрироваться, потому что постоянно смеялись. Сплотить классные коллективы, привить любовь к изобразительному искусству, художественные фотографии, познакомить с шедеврами русской живописи – это главные цели, которые ставили перед собой организаторы выставки. А еще она дала возможность ребятам проявить творческую жилку и не просто скопировать работу до мельчайших нюансов, а внести в нее дух современности. Например, там была картина, когда ребенок двойку получил, мама держала дневник, а одиннадцатиклассники, они как раз-таки показали планшет, в котором был изображен уже электронный дневник, уже там мамы были, тапочки, современная одежда была. И использован, кстати, фотошоп тоже был. И поэтому картина очень реалистично выглядела, как раз-таки уже современно. Выставка «Жившие полотна» продлится до конца учебного года, а в следующем году ее дополнят полотнами администрации и учителей без возрастных ограничений.